В минувшую субботу, 20 января, в районе Западного Кавказа произошло землетрясение. Эпицентр толчков магнитудой 3,7 балла находился на глубине 15 километров в Черном море. По данным Единой географической службы Российской академии наук, сейсмическая активность была зафиксирована в 19 часов 28 минут по московскому времени, в 16.28 по Гринвичу. Несмотря на то, что толчки ощущались в прибрежных городах, жалоб от населения в оперативно-дежурные службы не поступало. Слабое ощущение в районе Новороссийской Анапы 3,4 балла. Это как классифицируется по шкале МСК-64, как слабое и умеренное. Ощущается внутри некоторых зданий или распознается по легкому прибежанию, колебанию предметов, посуды и так далее. Оно слишком слабое для того, чтобы ощущаться в Крыму. Без преувеличения, все государство сейчас следит за главной стройкой России – Крымским мостом. В связи с недавними сообщениями о подземных толчках в Черном море возникает логичный вопрос. Выдержит ли конструкция возможные сюрпризы природы? Специалисты утверждают, мост надежно защищен от сейсмического воздействия. Рабочие уже начали установку шок-трансмиттеров. Это специальные устройства, которые позволят сооружению выдержать крупные землетрясения. Они устанавливаются между опорами и пролетами. Основная задача – воспринимать динамические нагрузки от пролетного строения. Они надежно закрепляются высокопрочными болтами. Воскопрочные болты затягиваются на определенные усилия. На каждой опоре у нас четыре таких устройства. По всей длине моста будет установлено более 700 таких устройств. На объекте устанавливаются шок-трансмиттеры, воспринимающие расчетное усилие 85 и 150 тонн. Примечательно, что для грамотной подготовки к проектированию крымского моста были задействованы сотрудники Института физики Земли РАН. После заключения экспертов на конкретных участках протяженного сооружения была установлена схема мостового перехода. Повышение устойчивости фундамента достигнуто путем применения трубчатых свай вертикального и наклонного расположения. Одним из основных элементов этой комплексной защиты является применение шок-трансмиттеров. В момент внезапного динамического воздействия, такого как как раз сейсмическое воздействие или же какая-либо аварийная динамическая ситуация на пролетном строении, шок-трансмиттеры срабатывают, то есть превращаются в жесткую связь между пролетным строением и опорой. И тем самым достигается распределение вот этого воздействия. Сообщается, что такая система защиты от возможных землетрясений применяется по всей стране. Яркие примеры – мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке, а также Олимпийские объекты в Сочи. Егор Зайцев, Служба новостей и ТВ.